Моя подружка тоже пришла вот в таких вот башмаках, если учесть какая погода на улице. Вот такая пришла Ангелина. Но корейцы в белых магазинах, ну или в розовых, ходят круглый год и зимой тоже. Для меня вывезли, теперь все все возможные настольные игры. Можно поиграть как с друзьями, так и с семьёй. Многие семьями сюда приходят. Вот такие сейчас стали популярны кафе в Корее. Девки остались здесь, а мы идём на третий этаж и у Ангелины свои развлечения. Вот так выглядят пустующие здания в Корее, они недавно построены и ждут своих хозяев. Какие-то открываются новые заведения, но всё это не очень быстро, пока здесь квартиры ещё строятся, и поэтому людей, клиентов не так много пока. На третьем этаже есть просто игровая комната, кафе тоже, где родители приходят выпить кофе, и дети играют. Тут родители могут не только пить кофе, но какой-то своей работой заниматься, с ноутбуком. Ну, в общем, всё как везде. Здесь нужно разуваться. А я вместе с носками разулась, Оля. Ангелина уже вся в игре. Ангелину теперь отсюда не заберёшь. Всё, уже дружка нашла себе. Не прошло и три минуты. А нам остаётся просто умирать от скуки и, в принципе, это участь родителей. Пока дети развлекаются, родители медленно сходят с ума. Здесь, получается, двухэтажная такая игровая комната. Если кому-то интересно посмотреть, как выглядят игровые комнаты в Корее, то напишите в комментариях, я сниму поподробнее. Потому что я больше чем уверена, что большинству всё-таки это неинтересно всё. Я вышла просто, иду по улице, пока дети играют. На самом деле, нет сложнее работы, чем сидеть и ждать, пока твои дети играют. Действительно, это так утомительно и скучно. Но на улице так классно. Просто потрясающая погода. Сейчас, наверное, где-то плюс два, плюс три градуса. Влажность такая хорошая. И очень свежо, очень хорошо на улице. Ой, как же хорошо отдохнуть от детей. Я их так вижу очень редко. Но, блин, всё. Не буду это выставлять. Слишком уж это откровенно. На каждый жилой комплекс будет один-два вот таких магазина, где продают фермерское мясо по доступным ценам. Вот. И также вот такие вот фруктовые магазинчики небольшие. То есть не всё корейцы покупают в гипермаркетах. Немножко про туалеты в Корее. Вот заходишь в любое такое здание. Заходите в любой туалет общественный. Висит бумага. Всё стерильно, чисто. Даже крем для рук какой-то стоит. Мыло. Висит полотенце. Я здесь есть. И вот такие общественные туалеты. Они просто повсюду в Корее. Независимо от того, где вы находитесь. Бедный папа наш уснул. Я его разбудила, пришла. Прошло уже два часа. Сейчас я посмотрю, чем занимаются дети. И надо их уже забирать. И ехать домой или куда-то в другое место. Так, сейчас посмотрим, как они тут занимаются. Поехали. Окей. Теперь снова смотришь. Это не смотрим как так. Эта игру готовим. Движение, что это не смотрим? Супина. О! Чунг. Эта игру. Эта игру. Томасто... О, Супи! А-а-а-а-а-а-а! Супина! Супина-целовала-целовала-целовала, Супиня. Добро пожаловать в Казахстан! Я в Казахстан! Я в Казахстан, я в Казахстан! Ебин! Ебин, привет! Ты как раз? Я здесь! Спасибо, да? Но если вы заходите, то вы заходите. Спасибо! Мне кажется, что... хозяйки этого заведения интереснее всех! Она в такое вошла. Раш приятно наблюдать за этим. Человек, который этим занимается, владеет этим кафе, сам вот такой фанат своего дела. В Корее как-то, как правило, так оно и есть. Тебе, Каджа! Корейские папы лучшие папы на свете. Потому что они так любят детей, но и потому что они через чур ответственны в основном своем большинстве. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Спасибо! Живо! Спасибо! Спасибо! Чоути, это давай! Удачи! Очень круто! Я больше related просто! Ну, мы должны были на двое, два раз... Усили, онаDoce. Удаленно, она Идет! Аджу, она РАААААААААА!!! Да! Анжелина, кто-то fun-то? Норита-то? На чужие-то, где-то? Сейчас я-то вуку? ой моя девочка переживает только моя девочка переживает мама осторожно мама осторожно машина там ездит а мы идем в японский шведский стол какой-то новый открыли не знаем мы там еще не были а и здесь тоже очередь сегодня нам одни очереди попадаются потому что воскресенье потому что людей в корее очень много это уже третье здание куда мы пытаемся попасть везде столько народу что нигде нет места не несмотря на то что скорее на одно здание 50 ресторанов они все забиты по выходу да 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 амбада а пока пока делал буссавые гиды но руль помены 다시 но гусья все рестораны бесконечные рестораны и везде полно народа но дети захотели теперь вьетнамскую японская не срослось ангелина как самая голодавшая сразу схватила меню корейцы обожают но заказали такие не знаю название это когда риса вам блинчики завернуты всякие овощи мясо и лапша лапша такая лапша сякая но все это с интересными вкусными приправами и что интересно во вьетнамской кухне маринованную дату как у нас на шашлык идет он тоже везде кладется и в лапшу и с мясом и так и сяк вот проростки и вот этот лук маринованный он идет практически в каждое блюдо одна из любимых наших потом после корейской самая любимая кухня это вьетнамская ангелина как всегда учит всех что надо есть что надо пить и как надо жить вообще это Whether вы погнали и spots как начало, что ждут христиана на этом этом caso, как вы делаете вот, да, или, что вы когда я вам заст 이용али на то, что вы не оборвали когда я хочу сказать, мне это вообще не остается так, что вы не стихотворили. Entonces, для меня, какие-то подписчики, я не чувствую, что вот, как я беру